Создание знаменитой картины Кисти первого принадлежит пейзаж, второй изобразил медвежат Злые языки поговаривали, что Шишкин обратился за помощью к Савицкому, поскольку плохо умел рисовать животных и людей Но это не более чем домыслы, ведь на самом деле Иван Иванович изначально учился на анималиста В 1888 году Шишкин написал картину «Туман сосновом лесу» По одной из версий, заглянувший к нему друг художника Константин Савицкий сказал Что отлично было бы в такого рода пейзаж вписать медвежат Тем самым подал идею А в итоге сам же ее и реализовал Однако эскиз 1886 года опровергает эту версию Мишки были задуманы уже тогда Фигурируют Мишки и на эскизе 1889 года Однако на окончательной картине Мишек написал «Савицкий» Это достоверный факт На переднем фоне своего произведения Шишкин изобразил маленьких медведей Двое из них уже скарабкались на упавшее дерево Третий медвежонок пытается к ним присоединиться Наибольшее внимание приковывает вглядывающийся в туман медвежонок Который застыл на поваленной сосне, стоя на задних лапах На заднем фоне картины художник изобразил лес И опускающийся на землю туман Складывается впечатление, будто это не обычные деревья А волшебные живые существа В какой-то момент картина начинает казаться сказочной Картина яркая, настолько реалистичная, что кажется, будто это не шедевр кисти А снимок лесного пейзажа Каждая деталь картины изображена профессионально С любовью и трепетом Акцент картины Сочетание солнечного света на заднем плане И медведей на деревьях на переднем Но почему же картина один автор? Не стоит подозревать Ивана Шишкина в сокрытии с авторством Если смотреться в левый нижний угол Можно заметить, что возле автографа Шишкина что-то затерто Это что-то как раз подпись Савицкого И затерто она точно не по инициативе Шишкина Картину заказал Павел Третьяков Он желал работу Шишкина И поскольку привык получать то, что хочет Константину Савицкому в данном случае не повезло Павел Третьяков, увидев две подписи Затребовал французского скипидару И самолично стер автограф Савицкого А вот гонораром Савицкий не был обделен Иван Шишкин получил за работу четыре тысячи Одну из которых передал Савицкому как соавтору И не стоит также верить в желтые скандальные сообщения Дескать, после этой истории Савицкий с Шишкиным даже здороваться не желал Они и ранее были, и после утра Остались хорошими друзьями К тому же кумовьями Правомерно ли считать автором картины именно Шишкина? Пожалуй, да Поскольку эта работа, безусловно, создана в стилистике Шишкина Савицкий субтитры создавал DimaTorzok Это его подробно, хоть ботанику по картине изучай лес Его густой туман Это, безусловно, его живописный метод Однако нельзя отрицать, что прелестные медведицы с медвежатами Константина Савицкого отлично вписались в Шишкинский сосновый лес И передали ему особый шарм КОНЕЦ Туманный рассвет в лесу, окутанный утренней розовой дымкой Уходящие в небо сосны Ощущение абсолютной окружающей тишины Иначе Мишки бы так привольно не резвились В итоге перед нами великолепная результация авторства двух художников КОНЕЦ